Механические наручные часы с будильником. Полет сигнал в этом обзоре. Привет, друзья! С вами Виктор и вы на канале про часы. Мы продолжаем космическую тему и сегодня на обзоре часы штурманские на механизме 2612 сигнал. Механизм 2612 начал производиться в 1959 году в Советском Союзе и начал именоваться не просто по номеру, как другие калибры, а получил название сигнал. Это неудивительно, ведь это механические часы, в которые встроен механический будильник. Калибр 2612 практически не отличается по размеру от обычных механических калибров, но имеет в полтора раза больше деталей. Механические наручные часы с будильником – это не просто интересное усложнение. Производители часов такого типа можно пересчитать по пальцам. И часов сигнал остается все меньше. И неудивительно, что большинство этих экземпляров отправлялось на продажу в Европу. Давайте внимательно посмотрим, как выглядят эти часы сегодня. Поехали! Итак, друзья, давайте смотреть на часы. Вот так они поступают. Здесь обычная черная транспортировочная картонка. И уже знакомый нам кейс штурманские. Черный с оранжевой прострочкой и логотипом штурманские на латинице. Открываем кейс. Внутри оранжевая ткань. Здесь, естественно, есть информация о часах. Информация о всех механизмах, которые сейчас используются в современных часах штурманские. На двух языках – на русском, на английском. Естественно, есть фотография Юрия Алексеевича Гагарина и логотип штурманские. И на подушечке лежат сами часы. Давайте их достанем и будем смотреть. Здесь, опять-таки, информация по механизму. У нас используется в данных часах механизм 2612. Механизм – сигнал. Сейчас уберем все пленочки. И давайте пройдем по основным размерам, по основным характеристикам часов. Итак, это у нас мужские часы, стальные, на коричневом кожаном ремешке. Часы с действительно интересным, с действительно уникальным механизмом, который сейчас практически не найти в других марках. Что у нас по габаритам? Итак, диаметр корпуса в этих часах составляет 42 мм. Толщина часов 12,5 мм. Если взять от ушка к ушку, размер часов будет 50 мм. Часы мужские, часы классические. Очень неброский такой дизайн. Здесь у нас с первого взгляда кажется, что это три стрелки. Бежевый циферблат, винтажного оттенка, такого оттенка слоновой кости. И это гораздо красивее выглядит, чем если бы был простой классический белый цвет. Накладные метки. Цифра 12, остальной оцифровки нет. По наружному контуру идет минутная шкала красного цвета. Внутри у нас синяя шкала, надпись штурманский, сигнал. 18 камней. Необычное количество камней обычно всегда встречается нечетное число. Здесь у нас все-таки четное. И внизу надпись сделана в России. Давайте посмотрим, что у нас на задней крышке. А на задней крышке очень необычная, интересная гравировка. Здесь мы видим изображение космонавта. Космонавта в открытом космосе. И насколько я понимаю, это все-таки отсылка к Алексею Леонову, который первым из людей вышел в открытый космос. Мы видим надпись «Стрела». Собственно, в часах «Стрела» Леонов в открытый космос и вышел. А ниже информация немножко не о «Стреле». В 1959 году были выпущены первые советские часы с будильником. И номер часов 269 из 300. И здесь такое впечатление у меня, что смешали сразу и отсылку к «Стреле», отсылку к Леонову и отсылку к первым часам с будильником. В принципе, гравировка сама по себе красивая, выглядит интересно. По кругу мы видим надписи «Ограниченная серия, водонепроницаемость, 30 метров, нержавеющая сталь». И сама задняя крышка на винтах. Но и в целом, пожалуй, не так принципиально, чему конкретно посвящены часы. Главное, как они выглядят, что они умеют и что они нам полезного дают. Давайте к этому и перейдем. Кстати, по корпусу, кстати, сразу давайте посмотрим. Корпус у нас имеет два типа полировки. И базовая часть корпуса матовая, шлифованная. А вот рант вокруг стекла, он уже такой с зеркальной полировкой. И по отделке корпуса выглядит все очень неплохо, очень достойно. Но стоит учесть, что корпус сам, скорее всего, сделан не в России. Скорее всего, он привезен из Китая. Но это не так принципиально сейчас у многих брендов так. Минеральное стекло в этих часах. И самое интересное, две заводные головки. Обратите внимание, на каждой заводной головке есть рисунок, обозначающий, собственно, назначение этих заводных головок. Снизу у нас нарисованы две стрелки. Это обычный завод часов. Здесь у нас часы механические. В первом положении заводим, во втором положении можем переводить стрелки. И вот открылась взору дополнительная стрелка синего цвета. И за эту стрелку отвечает верхняя заводная головка с изображением будильника. Давайте к этому будильнику и перейдем, ведь действительно в этих часах это самое интересное. Итак, как работает будильник? Есть два положения заводной головки. В первом положении мы можем завести отдельную пружину будильника. Давайте попробуем сейчас до упора подтянуть. А уже во втором положении, если мы заводную головку вытащим, мы можем переводить стрелку. И обратите внимание, здесь такой принцип, что она идет против часовой стрелки. Мы можем выставить непосредственно время, в которое нам нужно, чтобы будильник сработал. Ну, к примеру, поставим ровно на 3 часа. Немножко соскакивает, кстати, стрелка. Ну ладно, не принципиально. Обратили внимание, когда нажимаешь, стрелка чуть-чуть дергается. Кстати, бывает такое довольно часто в разных часах и в очень серьезных солидных калибрах. Недавно такая же история была, если не ошибаюсь, с Сорисом, что при выставлении времени стрелка немножко дергалась. Так, и давайте сейчас что, будильник мы завели. Давайте немножко время подведем опять-таки, чтобы ближе было к срабатыванию будильника и посмотрим, как он срабатывает. Зажужжали часы. Я даже чувствую вибрацию сейчас на корпусе, слышу звук. И мне кажется, что разбудить такая вибрация в принципе может. Недолго она звучала, но ощущения действительно интересные, ощущения необычные. И они не похожи на те ощущения, которые можно испытывать с электронными суммными часами, которые вибрируют. Там вибрация совершенно иная. Здесь, насколько я помню в советских часах, непосредственно на задней крышке, на вот этой задней крышке часов, внутри был выступ, по которому бил специальный молоточек. Точно так же ли сделан принцип будильника в этих часах, сложно сказать. Для этого их нужно вскрывать. Вскрывать их не так уж и просто. Мы, кстати, это делать, к сожалению, сейчас не будем. Но думаю, что принцип остался точно такой же, ничего кардинально не изменилось. И механические, механическая вибрация, механические стуки, они действительно отличаются от электронных. Они чувствуются иначе. Давайте посмотрим еще раз, как работает будильник. В приближенном варианте, и чтобы вы более внимательно услышали этот звук. Ну что, друзья, напишите в комментариях, проснулись бы вы от такого будильника. В принципе, вибрация есть, звук есть. Недолгий, да, наверное, это смущает. Наверное, хотелось бы подольше. Хотя предусмотрена такая функция, что если... Ну давайте еще раз покажу на примере будильника. Так вот, функция в том, что если будильник сработал, а вы уже проснулись от него, можно просто вытащить заводную головку, и он остановится. Если вы действительно в часах спите и поставили будильник, чтобы проснуться, то вряд ли вы успеете за вот эти 10, 20, 30 секунд, сколько он звонит, проснуться и вытащить заводную головку. Но, тем не менее, функция такая в часах есть. Есть приятный ремешок в этих часах, не самый плохой. Естественно, да, это имитация даровой кожи, но, по крайней мере, она здесь не сильно лакирована. Это коричневого цвета выглядит не так уж и плохо. На Бакли, кстати, надпись Штурманский опять латиницей, что немножко смущает. Ну да ладно. И, в целом, внешний вид этих часов с двумя заводными головками выглядит, с одной стороны, очень классически, то есть часы не кричащие, часы очень лаконичные, выглядят и скромно, и аккуратно, и, в принципе, не очень крупные. Да, сколько у нас? 42 миллиметра, диаметр часов небольшой, а вторая заводная головка передает какую-то изюминку. И, собственно, механизм в часах, механизм 2612, который выпускался в Советском Союзе, именуется Сигнал. Ну, здесь мы даже видим информацию, да, надпись Сигнал, 18 камней на циферблате. Это один из немногих механизмов, который имел свое собственное название. То есть обычно механизмы, советские механизмы, называли просто по номеру калибра, и в очень редких случаях получали они конкретное имя. Здесь же Сигнал за счет того, что это будильник, это было необычно. Это было довольно редко. Да и сейчас в мире мало кто выпускает часы с будильником. Эти механизмы, насколько я понимаю, они остались еще с советских времен. Сейчас, естественно, новые механизмы такого калибра не производятся. Да и, в принципе, ни штурманский, ни полет, ни все вот эти компании, которые остались после полета, наручные калибры не производят. Поэтому таких часов осталось довольно мало. Часы интересные, интересные. Вот этим как раз таки калибром, калибром с будильником. Есть, конечно, варианты приобрести винтажные часы. Их довольно много. Очень большое количество таких часов выпускалось в 90-е годы. И, в принципе, они в хорошем состоянии, в хорошем сохранении. Ну, этот вариант мне тоже действительно нравится. Выглядит, на мой взгляд, очень достойно. И давайте посмотрим, как светит люм в этих часах. Ну что, свещение есть. Свещение, ну, с первого взгляда довольно сильное. Часы довольно долго лежали на свету. И сразу же свечение у нас зеленоватое есть. Конечно, недолго оно, скорее всего, будет светиться. Как в обычных часах с супер-люминовой. Ну, я думаю, что на час, на два, возможно, этого света будет достаточно. И вот таким образом часы смотрятся на руке. Часы небольшие, отлично даже на небольшом запястье. Не сильно выпирают. Действительно, аккуратно, удобно на руке сидят. Да и они в таком стиле выполнены, что и под классическую одежду подойдут, и под повседневный стиль. Для офисов, пожалуй, вообще часы в самый раз. Напишите в комментариях, что думаете по этим часам. И, в частности, по данному калибру, по калибру сигнал. Насколько эта функция удобна, насколько она интересна. Насколько интересна она в отечественных часах. Естественно, вряд ли будет продолжаться производство этих калибров. Но пока те, что остались, я думаю, еще использоваться будут. А если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok